Девушки отдыхают Мой новый свитер уже тактично намекает, что пора заводить пропеллеры сегодня в видеосалоне. Девушки отдыхают Девушки отдыхают Однако не все так просто. Китайцы не глупы, и оригинальный мультфильм у них вовсе не в почете. Легенду Фа Мулань азиатский народ чтит, посему они были не в восторге, когда из этой трагичной истории решили сделать красочную, свистящую, пердящую комедию. Студия совместно с режиссером Ники Каро пошли на серьезный шаг. В новой адаптации Мулан не будет песен, не будет плясок, не будет трех веселых толстяков, не будет красавчика-генерала, не будет сверчка и даже дракончика-мушу. В сухом остатке стоит ожидать приземленную, серьезную, пафосную, но красивую историю, которая должна чтить китайские традиции. Мне лично очень интересно, что из этого получится. Хотя нытиков можно грести бульдозером. Когда мы убираем ностальгические вещи, плохо. Когда мы покадрово повторяем мультфильм, тоже плохо, вы уж там определитесь. В общем, хитрый финт ушами провернул Дисней. Жаль лишь, что пошел он мушу под хвост. Ведь из-за коронавируса китайскую премьеру сдвинули на неизвестный срок. Печаль. Но благо в России есть подорожники и таблетки от гриппа. Посему у нас Мулан можно... В России Мулан тоже перенесли из-за коронавируса. Кстати, как и тихое место. Уработать в таких условиях это невозможно. Мой шпион. Наш любимый невидимка Дракс продолжает штурмовать Голливуд. Из Дейва Батист и Рьяна пытаются сделать новую икону боевиков Ранга Скалы или Джона Сины. Но получает с переменным успехом. Теперь на вооружение взяли классический сюжет, где мега-крутой спецагент по случайному стечению обстоятельств сталкивается с ребенком, и они вынуждены работать сообща, дабы победить злобных бандюк. Эдакая комедийная версия фильма «Леон». Судя по промо-материалам, картина не пытается уходить в карамельно-сахарный дурдом. А режиссер Питер Сигал ранее снимал такие фильмы, как «Напряги извилины», «Забойный реванш» и несколько серий сериала «Бестыжие». Думаю, должно получиться крепкое норм. Это особенно будет важно для тех, кто хочет сводить своего спиногрыза в киношку. Лысый нянька 3.0 уже в прокате. Настрие. Новый спортивный блокбастер российского производства. На этот раз на вооружение взяли фехтование. Жила-была Александра. Александра. Лучшая саблистка мира, мечтающая об олимпийской золотой медали. Но тут на поле боя выходит малолетняя конкурентка, и, разумеется, она начинает перетягивать одеяло на себя. Ну а дальше понятно. Шелчное, дерзкое и токсичное выцарапывание глаз друг к другу. Если вы любите фехтование, то фильм даже сможет вас зацепить, поскольку картинка у фильма очень вкусная и глянцевая. Если не любите, то тут я вам уже не товарищ. А вообще, Светлана Ходченкова есть. Но где Саша Петров? Я отказываюсь идти на российское кино без Петрова. Черепашки-ниндзя 2. Секрет канистры, изумрудного зелья, жижи, слизи. Да как, черт побери, называется этот фильм? Продолжение ленты 1990 года. Шреддера победили, но не до конца. Еще чуть-чуть этот полоумный станет супершреддером, а черепахам вновь придется ему противостоять. Удивительное дело, но из-за дороговизны и габаритности оригинальных костюмов черепах, в продолжении их сильно упростили, что, возможно, скажется на финальном результате. Но дабы не расстраиваться, поговаривать, что на камеру забежит ванила Айс и даже исполнит эксклюзивную песню. Нет, ну ты издеваешься, да, этому материалу 29 лет? Да я виноват, что пленка барахлит. Да мне пленка барахлит, у тебя мозги барахлят. Блин, да у тебя барахлят. Итак, настала пора мне вновь порекомендовать вам картину, которая вышла в прокат пару недель назад. Не впечатлил меня Бин Дизель со своими сверхспособностями и бладшотом, зато это удалось. Пиноккио! Итальянцы смогли выходить в свою интерпретацию сказки. Да, дизайн персонажей немного смущал и отдавал щелкунчикам Кончаловского или кошками. Но если у вас получится привыкнуть, вы увидите странную, тревожную, сюрреалистичную, но все же очаровательную сказку с неким итальянским шармом. Более того, роль джепоэта исполнил культовый итальянский артист, который не появлялся на большом экране аж 10 лет, Роберто Бенини. Видеть его сплошное удовольствие, да и в целом это милое зрелище, то бишь видеосалон Базука, рекомендует. Что ж, вот такая бобина у нас получилась. Wood End нацелен на семейное времяпровождение, поэтому выбирать есть из чего. А я напоминаю, что мнение автора, то бишь меня, Даниила, может не совпадать с мнением телеканала. Собственно, итальянцы завоевывают не только большие, но и малые экраны. Посему передаю слово своей коллеге Розе, которая плавает в сериальном мире, как рыба в воде. Собственно, именно ее сейчас слезы капают мне на кассеты. Ну, а мы с вами еще увидимся. Не прощаюсь. Папа может все, что угодно. А молодой папа и подавно. Эстетичный сериал режиссера Паула Срантино про жизнь эпатажного папы Римского стал самым дорогим сериалом за всю историю итальянского кинематографа и собрал множество наград. Заслужено ли? Сейчас узнаем. Это «Слезы розы». Я Роза Ризотто. В 2016 году состоялась премьера молодого папы с красавчиком-чудом Лоу в главной роли. Над сериалом совместно работали Франция, Испания, Великобритания и Италия. Работа сразу привлекла внимание критиков своей загадочной тематикой. Ведь римское папство и католицизм по сей день являются закрытыми темами для медийной сферы. 47-летний Лени Беларду становится новым римским папой и нечистые на руку кардиналы решают, что могут управлять столь молодым для такой должности человеком. Однако Лени очень быстро вникает в систему управления Ватиканом и дает понять, что играть здесь будут только по его правилам. Художественный вымысел в сериале граничит с правдой. Некоторые персонажи даже имеют реальных прототипов, как, например, кардинал Вайелла, похожий на прогосударственного секретаря Святого Престола, жившего в 20 веке. Папа Римский в представлении обывателей это простотушный старичок, машущий толпе с балкона. Но здесь Чудло строг и бескомпромиссен. Вы только представьте себе, он первый папа, отказавшийся показать лицо прихожанам, тем самым вернув в мир тайну папства. В этом сериале Пея 13-го можно назвать римским папочкой. Удивительно, но самые святые люди в церкви оказываются меркантильными старичками, а посплетничают не против даже сам папа. Речь главных героев воистину можно назвать поэтичной, и, посмотрев несколько серий, сама невольно начинаешь заменять слово слушай фразой «слетите за мыслью», а столь проявшиеся обожаю на высоко ценю. И не только богатый лексикон отражает любовь Паула Сарантино к классическому кинематографу. Размеренное повествование, утонченная актерская игра, насыщенные театральные паузы — все это является неотъемлемыми атрибутами этого безумно красивого сериала. Папское одеяние, которое носит Чудлоу, было сшито в портновской мастерской, которая делает одежду для Ватикана. Но, несмотря на бюджет, в 45 миллионов долларов соблюсти достоверность удалось не до конца. Ни один из эпизодов не был снят в Ватикане. Бюджет пришлось тратить на отстройку декораций с нуля, включая секстинскую капеллу на киностудии Чиночита. По словам режиссера, Ватикан отказался от любого сотрудничества. Однако после выхода сериала реакции со стороны церкви не последовало. И это удивительно, ведь художественная действительность чуть ли не переворачивает церковь с ног на голову. Курящий папа римский вынуждает священника нарушить исповедальное таинство, шутит про то, что не верит в Бога, а кардинал Ваэлла делает из любимых футболистов клуба Наполи новую святую троицу. Но и на этом грехи кардинала не заканчиваются. В первой же серии он признается на исповеди, что испытывает сексуальное влечение к Венере Виленторфской, статуэтке позднего палеолита. Сам Лени то утрачивает Веру, то вновь находит ее. Создается впечатление, что Вера, по мнению Сорантино, это очень тонкая текучая субстанция. Она то накатывает, то оставляет главного героя. В принципе, каждый персонаж сочетает в себе, как мирские интересы, так и духовные. Сам кардинал интересуется спортом. Сестра Мэри, к примеру, любит поиграть в баскетбол, а Пи-13 предпочитает на завтрак вишневую колу. Все это делает героев более человечными и близкими к зрителю. Естественно, в сериале многое не совпадает с правдой и скорее является художественным вымыслом, который увеличивает сатирический эффект и яркость происходящего. Но не подумайте, что акцент делается именно на юморе. Он лишь помогает проще воспринимать такие серьезные темы, как аборт, секс-то свадьбы, церковный бизнес, развод и даже педофильские скандалы. Режиссер умелой рукой направляет взгляд в сторону действительно важных вещей, а над самим бабой вешает знак вопроса. Дьявол он или святой? Решать зрителю. Благо, у сериала есть продолжение, и если вы захотите, я могу вновь отправиться в увлекательное сериальное путешествие. Увидимся через неделю в эфире рубрики «Слезы розы». До новых встреч! Далее в программе. Вернатый и по-своему прекрасный. Разбираем дерзкого Бёрдмана. Кино из-под тишка. Кто такой этот Джо-Джо и в чем соль его референсов? Поясняют дядя Боря и Гаврюша в мультиварке. Все это после рекламы в видеосалоне «Базука». Никуда не расходитесь. Данил Егорыч, нам невероятно повезло. На наш аппаратский ящик пришло первое письмо телезрителя. Ох, это бесподобно. На правах считалочки позволяю вам открыть письмо. А пишет нам Никита Микушев из славного города Архангельск. Дорогие Егор Данилыч и Данил Егорыч, я бы очень хотел, чтобы в следующей передаче вы разобрали в фильм Бёрдман 2014 года. Вы только посмотрите, какой рисунок нарисовал нам Никита. Думаю, в честь этого для Никиты стоит сделать разбор ленты Алехандро Гонсари-Цингериту в рубрике «Кино из потешка». Так, я не понял. А ну, пошли вон. Кому сказал. Вон, вон. Мексиканец Алекандро Гонсари-Цингериту шесть лет назад смог выйти за пределы своей родной страны и всего лишь за месяц находясь в Нью-Йорке снять фильм, который смог покорить и зрителей, и критиков, и киноакадемиков. Не мудрено, ведь Бёрдман смог по-настоящему копнуть в душу Голливуда. Лента повествует об артисте Ригане Томпсоне, который прославился ролью супергероя Бёрдмана. Но со временем мужичок постарел, посидел, растолстел и вышел в тираж. На последнюю денюжку Риган решил поставить бродвейскую пьесу с собой в главной роли, которая должна вернуть артисту былое величие. Но, разумеется, все идет псу под хвост. Человек-птица через метаюмор отлично высмеивает безжалостную голливудскую машину. Сам Майкл Киттон прославился ролью Бэтмана, после чего на много лет пропал с больших экранов, а его экранный напарник, роль которого исполняет Эдвард Нортон, также известен своим скверным, неуправляемым характером. Но главный аргумент посмотреть Бёрдмана — это его визуальное заставляющее. Не каждый день встретишь ленту, снятую одним кадром. Хорошая работа, Егор Данилович, но можно и лучше. Спасибо, Данил Егор. В каком смысле лучше? Вы упустили одну важную деталь. Лента не снята одним дублем, и в ней присутствует аж 117 монтажных склей. Да что вы говорите? Полагаю, в фильме полно технических ухищрений, про которые вы нам сейчас расскажете. Не сомненно. Продвейские коридоры были построены с нуля ради хитрого приема, который очень помог легендарному оператору Эммануилу Лебецки. В настоящих узких коридорах невозможно пропихнуть габаритное оборудование и всю съемочную команду. Посему, как только камера продвигалась по коридору, задние стенки раздвигались специально для того, чтобы расчистить дорогу для съемочной бригады. Отрепетирована была каждая секунда, и согласовывали эти секундочки с монтажером, который делал склейки непосредственно на съемочной площадке, и не приведи Господь, что-то не срастется. 15-минутный дубль будет отыгрываться по новой. Время и бюджет были главными врагами, поэтому хитростей в картине неимоверное количество. Парящие предметы, некоторые склейки, отражения в зеркалах — это все спецэффекты. Большая половина людей в бродвейском зале — это манекены. А для сцены, где главный герой выходит в трусах на Тайм-сквер, режиссер нанял небольшой оркестр, чтобы отвлечь внимание зевак. И команда умудрилась нырнуть в толпу и снять эпатажную походку. Такие приемчики могут провернуть люди, которые всем сердцем любят кино. В целом, в Бёрдмане властвует мотив любви. Риган хочет вылезти из оков Бёрдмана, он хочет доказать, что он хороший актер, что он хороший отец, что он хороший человек. Единственной движущей силой главного героя и является эта самая любовь. Только сам он не понимал этого вплоть до неординарного финала. А вкратчивый намек на вступительных титрах показывает, что именно властвует в этой замечательной и виртуозной картине. А ледь крылья это замечательная метафора о возвышении. Совершенно точно, Игорь Данилович. Дорогие друзья, обязательно пишите на наш абонентский ящик и присылайте туда фильмы, которые вы хотите увидеть в следующий раз. И мы обязательно узнаем, каково это кино на вкус в рубрике «Кино из-под тишка». Подтишочка. Надеюсь, эти крылья помогут мне вознестись к потолку, потому что крысы уже съели ваш ботинок. Кажется, крылья иного мнения, Игорь Данилович. Удачи, удачи, удачи! Гаврюша, зачем так громко разговаривать? Я представил, что мы враги, как Джотера и Дио. Это же отсыл, как Джоджо. Здравствуйте, дорогие телезрители и телезрительницы. В эфире рубрика «Мультиварка». Меня зовут дядя Боря. Это мой лучший друг Гаврюша, и я не понимаю, о чем он говорит. Удивительное дело. Японская манга «Невероятное приключение Джо-Джо» стала популярна в нашей стране и была разобрана на смешные картиночки только за последние пять лет. Хотя на самом деле творение Харихико Араки существует в Японии аж с 1986 года. В центре сюжета находится герой Джонатан Джостер и его потомки. В имени каждого потомка присутствует приставка «Джо», оттого и получилось такое незатейливое название произведения. Сюжет кидается из крайности в крайность. Братья сражаются между собой и Великобританией 19 века, и в военные времена, и в наше время, и в альтернативных реальностях. Мне, как человеку-пожилому, очень непонятно, в чем же культовость данного шоу. Я никогда особо не интересовался аниме. И в этом смысле между мной и Гаврюшей в некотором роде пальба. Аниме! Сайдума Джанбу! Сейчас я вам все расскажу! Аниме Ходжо никогда не ограничивается определенными персонажами. Местодействия, главные чуваки и их характер постоянно меняются, из-за чего отсылок просто да пердолион. Одни герои внешне вообще похожи на персов и стритфайтер, а особенно глазастые найдут отсылки на покемонов! Святые угодники, мне кажется, этот кадр похож на сцену из мультфильма «Остров сокровищ». А вы ловите волну, дядя Буря! Да-да, это я. Еще, как я понял, шоу стало разбираться на мемы благодаря излишнему пафосу. Герои не говорят, а кричат. Эпичность баталий зашкаливает, а палец может быть отрублен даже крышкой от Кока-Колы. При создании героев Хирихику Араки ориентировался на Сильвестра Сталлона и Арнольда Шварценеггера и гипертрофировал их образы до максимума. А почему они так рут? Я думаю, дело в контрасте. Азиаты — народ очень трудолюбивый и спокойный. Уснуть на работе для них является признанием того, что человек работал плодотворно. И всё своё спокойствие те же японцы сублимируют на экран, где можно выражать свои эмоции и выкатить самые смелые и изощрённые фантазии. Возможно, именно поэтому в Джо-Джо столько искренней экспрессии. Дядя Буря, мне так понравился Джо-Джо, что я вчера даже успел слетать в Китай. Гаврюша, это японский мультик, а в Китае сейчас довольно опасно из-за вируса, который убивает людей. Смачки! Ай! Правду говорите, дядя Буря, но я не могу заболеть, ведь я плюшевый. Зато я могу, Гаврюша, ведь у меня есть лёгкие. Поэтому я привёз вам тяжёлое. Ай! Вот уже 27 лет Гаврюша умудряется меня удивлять. И так каждый позже день. Всего доброго, друзья. Что ж, кажется, сегодняшний рабочий день Гаврюша сделал незабываемым. Значит, нам пора прощаться. С вами был наш тёплый, уютный инкубационный видеосалон Базука. Мы ещё обязательно с вами увидимся. Очень на это надеюсь. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok